Ну, как мои пациентки? Сейчас в европейских странах замужество и брак с собачкой, с котом. Свадьбу делают, наследство оставляют. Мужчина с мужчиной. Может быть для кого-то это нормально? Может это и нормально. Как живете? Здесь царит безнравственность и безкультурия, потому что нужно поддерживать только геев и оппозицию российскую. Буквально недавно еще все гордились нашим поступком. Все гордились Поклонской, все гордились Крымом. Помнится, мне даже режиссер-учитель поддерживал. Но вдруг, как только не по их, сразу меняется мнение. Что-нибудь новенькое нам расскажите? О святом русском царе. О святом православном. Когда захватывают наши храмы бандеровцы, мы берем икону святого государя и царской семьи. Безоружные. Идем к вооруженным бандеровцам. Без страха. Для православных людей, для верующих и для святого мученика, для русского святого государя, любовь несколько по-другому несет смысл, значение. Любовь светлая есть, чистая. К сожалению, не каждый может это понимать. Ко мне обращаются по разным вопросам. И я буду выполнять свой долг столько, сколько мне будет позволено выполнять свой долг. Я говорю это лишь для того, чтобы каждый воспринимает и каждый делал выводы, исходя из того, какая у него душа. What the fuck is this? Наша нравственность, наша духовность. А это символ общества тайного. Уважаемые граждане России, вот кто себя уважает и знает, что такое достоинство, знаете, как к нам относится этот немецкий порно-актер, который играет роль, кто бы как ни относился, но роль нашего государя, нашего святого государя, умудрился затолкнуть даже себе колбасу в зад. What the fuck is this? И он приглашается на роль, на роль психиатра, нашей святой государыни. Вот не знаю к чему, но вспомнил. Александр Борисович. Извините. Бедная девочка. Тихо, 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 тихо. Ну, нужен толчок? Нужен. Так. На чем мы остановились? А вы посидите, помолчите. И не говорите ничего. Это естественно, Александр Борисович. Девочка в шоке. Я знаю, что такое офицерская честь. Я это знаю. И крымчане это знают. Потому что у нас ее уже как-то отнимали. Нам не разрешали разговаривать на русском языке. Нам давали творцы произведения искусства. Знаете какого? Когда нацисты были героями. Бандеровцы были героями. И это все вдолбливалось в головы там на Украине. В Киеве. Когда лозунги говорили фашистские. И говорили что-то хорошо. Вы знаете, я так делать не буду. А меня скоро выпишут? А куда тебе торопиться? А у меня дела. Какие дела? Вот не помню. Я помню, что дела. А какие забыла. А вот выпишите, вспомним. Смешно. Бедная девочка. Бедная девочка. Очень благодарна этим врачам и главврачу. Это просто люди, врачи от Бога.